И, друзья, приятного просмотра. Даже за голову взялись, не понимают, что происходит просто. Ну, я так понимаю просто, что Escape взяли своих сильных, скажем, героев, позаимствовали в некотором плане у бывших там Ликвидов стратегии с четвертыми пиками, с четвертыми позициями необычными, когда еще Куру там то на Легионках играл, то на Клокерке он, кстати, тоже играл. С Арканами там, да, вот эти Легионки. То есть, ну, Свен там даже у них суппорт был. Вот такие необычные позиции. По сути, дабла Darkseer Клок сложная, она немного неприятная, потому что оба героя, один вешает на другого Айншелл, второй подрубает батарейки и идет долбит ваших суппортов, потому что суппорты, ну, тут реально мясные. Это, думаю, и так понятно, да. Но, но, что делать дальше, когда закончится стадия лейнинга, когда начнутся драки, когда в вас влетит Магнус, Сын Кинг, и все это будет под глобалом, когда вы не сможете нажать ни одной кнопки. Ну, правильно Дима сказал на аналитике, то, что мы уже видели один непонятный пик от команды Escape, и нам непонятный, да, и, казалось бы, какой-то вырвы глазы даже где-то. Но они победили у Альянс, поэтому может повториться история. Не нужно расслабляться на Ави, хоть пик, мне кажется, они выиграли, как и аналитики считают, но будет драка серьезная. Учитывая, в какой форме Ави, они идут 0-3, у них явно мораль очень низкая сейчас, но только таким победам нужно пытаться как-то вернуть доверие к себе. Да хотя бы вернуть уверенность в том, что вы можете побеждать, что вы не прям, да, не прям не совсем якоря. Конечно, понятно, что после трех поражений очень тяжело оклематься. Да, ну и смотрим, сейчас забирают рунки. Да, да, нормально, нормально. Баунтируно забрал Амирана, и Магнус тоже все тут четко, без драк прошло. Все нормуль. Санейка. Хотел спросить, что у Шадоу Демона с руками, но они действительно какие-то странные. Слишком теневые руки. Ну это же теневой демон. Действительно. Все логично, по-моему. К слову, не видим мы пока, чтобы отправлялись как-то до Блой, до Эскейп, в сложную линию. Пока Слардер... У них там наверху самое интересное начинается. И действительно, там селедка, клокверк, и просто Даззл начинают убивать героев, нападают на Арт Стайла, он еще и о Коге ударяется. Эра зажал Слизерин Краш, возможно, чувствовал, что просто не дотянется немного. Слушай, ну это ФБ для Нави, может быть, вполне может быть. А вот это интересный момент, потому что Синдерем живет. Так развернулся Шадоу Демон. Пардон, не Шадоу Демон, этот... Даззл байтит. Просто байтит. Великолепное исполнение. Так Сайленсер развернулся. Ну, конечно, у меня тоже какие-то поинтов не было. Ну, в общем, получилось-то все не так, как казалось, на первый взгляд. Я тут даже сам не понял. Это был развод на развод. Знаешь, такой байт на байт. Получилось в Эскейп лучше. Действительно лучше. Но все-таки три героя лучше, чем два. Иногда бывают. Ну, вот мне показалось на секундочку, что если расставил, пошел бы вперед, возможно, добил бы. Но где-то тут недосчет получился. Опять же, ты не понимаешь, возможно, до конца, да, собирается ли твой напарник идти быковать и так далее. Так об этом же и речь. То, что один побежал, а другой не побежал. И получилось ни то, ни сё. Вот в чем дело. Если вы как-то вместе пошли и вперед, и назад, тогда можно было сказать, что... Ну, тогда мы умерли вдвоем. Ну, вот. Ну, команда. Команда, Роман. Мы убиваем вместе и умираем тоже вместе. Вот, все верно. Хорошо. Именно этот эпизод и поэтому непонятен. Ну, и у нас первая рунка появляется, вторая формально. И кому что достанется. Ябзор в итоге у нас забирает себе руну волшебства и, да, руну богатства для Санейка. Второй уровень, кстати, он тут поднимает. Ну, и смотрим, что вновь на верхней линии происходит. Ну, Дэнди по крипстату, кстати, переигрывает пока Мирану. Не странно. Хороший магнус героя против Мирана, мне кажется, в миде. Да, просто плюх с руки увесистая. Ты еще и шоквейбами можешь подфармливать. Плюс ты еще и Мирану этими шоквейбами можешь гонять изредка. Потому что, ну, она все-таки не может, как пак, да, там спряталась и все. И ты там 90 маны просто никуда выпустил. Верно. И Мирана вообще, ко всему прочему, просто ушла с линии. Наверху у нас драка опять завязывается. Ну, прогоняя Слардара. Да, чуть-чуть погоняли Слардара. Ну, Дарксир просто на базу убегает, пока в лесу этот парень у нас тусовался. Насколько быстро Джиггернаут захочет в сторону толкать. И, да, вижу, что очень быстро хочет Джиггернаут толкать в сторону. Ну, даже при наличии одного крипчика под вышкой начинают ее атаковать. Таким образом агрит на себя Дарксира. Ну, теперь станет посложнее. Кезу Изесу пришел, подформил там на старте. Четвертый с половиной уровень получил. Теперь можно уже отпушивать. Без проблем. Ябзор использует Коги, чтобы толкнуть Сенкинга. У того маны не остается набора у страйки. Генерал погибнет, похоже, во второй раз. Великолепные Коги от Ябзора. Просто отлично играет этот Клокверк. И вот на тему пика, да, ты можешь взять какую-то, казалось бы, несусветную дичь. Но если ты умеешь исполнять на этом героя... Причем зачастую это лучше работает, когда это действительно что-то необычное. Потому что против тебя изначально могут не понимать, что нужно делать. Как против тебя действовать, как против тебя двигаться. Опасно ли вот твое перемещение в эту сторону или в эту. И сейчас вроде бы Сенкингу ничего беды не предвещало. Удар о Коги, все, не хватает маны. И ты умираешь. Вот мы сегодня идентичный разговор поднимали с Дашей вот до этого. И то же самое обсуждение было. Вот один к одному, как ты говоришь. Возможно, не ожидают даже иногда таких героев, потому что давно против них не играли. Банально. Это то, почему и DC на Интернешнлле хорошо выступали, и Wings. Так как ты создаешь максимальное количество разных матчапов. И тот, кто оказывается более гибким, более адаптированным, тот в итоге и побеждает. И на Инте на этом мы просто воочию за этим всем наблюдали. Кстати, на Сендерена плотное нападение. Возможно, даже Сенкингу стоило как-то побаковать. Но там просто Клокверк вот стоит спереди. И что ты ему сделаешь? Да, он слушает чего просто Коги использует диспозицию в твоей измене. Серьезно. Мне пока все нравится в Escape на этой линии. Конкретно не все работает у Na'Vi. Но с другой стороны, у них все замечательно в миде на этот раз. В отличие от предыдущей игры и в легкой линии. Да, это, конечно, определенно Синдер плюс. И Миранка погибает. Вот, и еще и Курьера можно было бы даже в теории забрать. Там летят стрелы, но они иллюзионные, поэтому мало урона наносят. Действительно, Центр выигран. Причем достаточно плотно. И еще Мирана умерла только что. На легкой линии Джиггернауту тоже никто не мешает. А герои, ну давайте будем честно к ним относиться, очень сильны в итоге будут. У Магнуса быстрый блинк, способен переворачивать вообще любые матчи. Плюс за счет хорошего уровня Смита ты можешь бустить фарн Джиггернауту. Очень сильно. Верно, и это, еще раз говорю, это ключевое отличие от предыдущей игры Нави. Там, где все линии были проиграны, по сути, фармил только Урса, здесь фармит и мид хорошо, а мы знаем, как Дэнди играет на Магнусе. Мы знаем вообще, как Дэнди играет в целом. Ну, Магнус в частности, один из его сигнатурных героев. Вот видим, как он прекрасно фармит. Все у него здорово. 50 крипов уже на секундочку, на 5.30. Да, у Мирана почти в два раза меньше. Еще и Боттл, что-то у Демон тут поднес. И выход в невидимости. Кстати, ножом можно забирать. Да, да. Отличный фраг на арт-стайле. Причем Иван даже не ожидал этой истории. Было видно, что он просто спокойно стоял совершенно себе в лесу вражеском. Причем, понимаешь, ситуация, насколько была забавная. То, что и мид никак не отреагировал на это. На то, что ему Night Shadow был использован. И в сложной линии. Я к тому, что позиции были достаточно хороши. Плюс ночь на дворе. Тебе не нужно далеко стоять. Но просто в миде там вообще вард стоит. У Радиантов, я не знаю, возможно, как-то проворонили. Надо было бы пересмотреть этот эпизод более подробно. Да, мне кажется, этот вард мог и не достать. Вот я так подозреваю. Ну, действительно, сложный момент. Тут нужно разбирать. Такс. Тут Кокерк выходит. Говорит, очень сложный сейчас будет момент для Сент-Кинга. Потому что он умирает. Третий раз. На секундочку. Генерал уже погибает. И вспоминая, даже Na'Vi, когда у них были проблемы. Когда у них были не самые лучшие игры. Ну, такие черные полосы, да, в их истории. Этого состава конкретно. Всегда генерал плюс Артстайл эта линия работала. Вот всегда. Они набирали себе таких героев, которыми они приходили и напрягали врагов. Видим ситуацию. Шестая минута. Трижды погибает уже Сент-Кинг. Такого на моей памяти, конкретно в исполнении этой парочки, не было. Может быть, именно это и давит немного. Думают, блин, да что за дела. Сейчас пойдем развалим. Мы же раньше разваливали. И в итоге идут и умирают вновь. Но, таким образом, Na'Vi стягивает внимание на себя. Нельзя сказать то, что отфармленная сельдь может быть невероятно опасной. Зависит опять же от билда. Да, если это будет керри селедка, которая потом всех закопает, ладно, я заберу свои слова назад. Но я беру по опыту игры той же команды Альянс, когда там лода на селедке именно вспомогательный артефакт собирал. Так ладно, у нас тут опять будет умирать Артстайл. Под Amplify Damage находится Иван, ударяется вновь о Коге и Клокверк его гаечным ключом заковырял. Тут же генерал будет умирать. Еще и Сент-Кинг дебют сейчас тоже. Сент-Кинг попытается в ответочку добить Синдорена. Нет, не удается это сделать. Минус 2 делает эскейп. Это похоже. 1-6. Это вот немножко уже начинает смахивать на фид. Но вот похоже, что фид это тактический где-то. Я, конечно, вот с тобой полностью согласен в плане того, что это может быть тактический фид. То есть видим мы крипстат Дэнди, да, видим мы крипстат Джиггернаута. Но, с другой стороны, Мирана начала неплохо тоже добивать. У нее 48. Если учитывать вот старт игры, у Койку было все плохо. В этой игре эскейпом нужна Мирана. Вот на нее нужно полагаться, на нее нужно рассчитывать. Ей нужно купить быстро и достаточно аганим. И с ней они могут раздавить Na'Vi. Без Мираны в этой игре даже с таким нафарменным Селиди, с таким нафарменным Слордаром не получится ничего сделать. Конкретно Мирана нужна. Ну и у Кезу все не так уж плохо, посмотри. Там на верхнюю линию сейчас идет выход. Артстайл едва живой с 50 хит-поинтами. Вся банда уже здесь просто. Ну, видимо, устали, что у них там герои умирают на верхней линии. Друзей? Решили все-таки прийти, да, немного помочь. Но Джаггернаут уже на месте. У Джаггера, как мы отмечали, все просто должно быть великолепно. Хотя, ты посмотри, у Джаггера с легкой в итоге Нетворс меньше, чем у Мираны. Вуд? Я тоже не понял. В общем, Мирана, которая погибала, если мы вспомним. Она хорошо стала добивать крипов. Ну, 51 на 2 у Мираны. Вот у Джаггернаута что там по крипцам? Да, нам Джаггера просто покажите. Ну, будьте любезны. 58 на 12. При том, что... Ну, ладно, там плюс-минус, да, крипов, наверное, такое количество быть и должно. Вот 87 просто у Дэнди. Вот это, наверное, феноменально много, кажется. Потому что он в лесу еще выфармливал нейтральные стаки. Да, он очень здорово все делал. Не только на линии забирал крипов Дэндимон. Поэтому мы видим, у него уже есть обливен став. Кстати, когда-то хотел я рассказать... Подожди секундочку. Это будет эхо-сабля, правильно я понимаю? Да, да, да. Именно об этом. О том, что Магнуса теоретически с приобретением эхо-сабли можно собирать через физический урон. То есть ты покупаешь ему эхо-саблю, покупаешь хотя бы, там, не знаю, кристаллис, вот что-то такое, да, на урон, например. И за время РП ты способен сделать, там, два-три удара. Ну, эхо-сабли это гарантированных два, то есть три плюхи. И со сплэшом, со своим врожденным. А еще и тиммейты есть. Еще и товарищи есть, да. То есть ты можешь делать намного больше, чем это были вот эти давние Магнусы. Да, просто даггер, там, форстав какой-то банальный и поехали. Да, то есть ты просто обычно там прыгал, перемещался. Здесь ты действительно можешь превратиться в потенциально опасного персонажа, который будет бить с руки. Соглашусь, соглашусь. Видал я такое, даже более того. Эта эхо-сабля, мне буквально вчера это озарение пришло, или там, позавчера, что... Я просто это Пабе видел не раз уже, если честно. Может быть, я тоже где-то на кого-то попадался, где-то в подсознании всплыл этот эпизод. И это действительно может сработать. Проблема в том, что блинк тебе все равно нужен. Конечно, конечно. Без блинка ты ничего не сделаешь. И это все равно две тысячи денег. А если ты сейчас инвестируешь их не туда и потом умрешь пару раз, будет беда. С другой стороны, когда ты покупаешь саблю, ты можешь продолжить фарм еще эффективнее, еще быстрее. Да, да, да. Это как раз вторая сторона медали. То, что ты вроде бы драться пока не можешь, но ты можешь чуть побыстрее нафармить на блинк. И таким образом нужно, чтобы твоя команда немножечко поотвлекала внимание. Пока что у Нави это получается на 5 с плюсом. Но вот насколько это будет круто, поглядим в итоге. Пока мне все у Магнуса очень нравится. Но смотри, вышечку должны, по идее, забирать на верхней линии. При том, что они игнорируют вышку внизу. Они просто поняли, что против Драксира пушить не хотелось бы. И отправились наверх. Уже разрушили это строение. Ну и перемещается эскейп на верхнюю линию. Слардар, Дитяра, это будет неприятное столкновение, мне кажется, для Дитяра. Потому что Слардар он не убьет, сдается мне. Ну тут для обоих это может быть неприятное столкновение. Если вы по спинтам, то да. Просто еще стики есть у Селедочки, поэтому он, конечно, даже Омни Слэш толком не поможет. Тем более он там первого уровня что-то сделает. Верно. Ну я же говорю, если только Омни Слэш, ой, под спринтом все это будет делать, то может немного неприятно быть. Но в остальном все равно. Я вот смотрел там только что Джаггернау двух крипов пропустил, просто избивая их автоатакой. Я не знаю в чем там дело. Но может просто отвлекался, какая-то координация была внутри командная. Слушай, ну шикарно. Десятая минута эхо сабля. ПТ эхо сабли. Да. И талон. Инфьюз Трейндроп, талон, пурмы. Не, ну погоди, талон, если что, тоже денег стоит, между прочим. То есть это не просто топорик за 200 монет. А рейндроп-то не стоит тоже 200 там сколько? Ну нет, вот как раз рейндроп стоит этих 200 монет, то есть а топорик он уже подороже. Ну вернее не топорик, а именно талончик. Коготь. Коготь. Это же Коготь? Да, да, да. Отлично. А то сегодня Даша сказала Коготь, и я не понял, о чем она говорит. Думал, что у нее ногти поломались, потому что ты еще реально не мог понять, что происходит. Смотрите, шутки про женщин пошли в эфире. Блин, ну уже можно как бы, получается. Ну уже есть хотя бы про кого шутить. Так правильно. Люди хотя бы видят, что мы с ними общаемся. До этого жить неинтересно было совершенно. Я говорю, раньше почему такой злой был? У меня и велосипеда не было, то же самое здесь. Да, да, да. Слушай, ну, по-моему, все не так плохо у Na'Vi. У Escape вопросы у меня возникают. Господа, что ждем? Как в рекламе было. Что делать будем? Да, да, да. То есть, чего вы действительно ожидаете? Ну, возможно, ожидают блинк на Слардере и какой-нибудь хотя бы шестой уровень на Клокверке, чтобы можно было врываться уже и убивать этих героев. Типа что-то у демона, сайленсера. А он, по-моему, шестой уже должен получить там чуточку буквально ему остается. Да, да. А кто, кстати, приобретал у них книжечку? А, вот она, вот она книжечка. Вовремя вспомнили. Я обзор тоже, мне кажется, доволен. Есть шестой уровень у Клокверка. Можно инициировать хукшотом куда-нибудь, желательно, в нужную цель. Да ладно? Баффик, ты сегодня... Сначала сказал куда-нибудь, просто потом понял, что это как-то нелепо звучит. Потом добавил, что нужна цель. Подкоп от Сэнд Кинга. Все это приходится по Драксиру. Кезу сейвит его Даззл. И могут быть проблемы теперь уже у команды Нави. Немножечко подлагивает у нас вся эта история. Убивает Шадоу Демон в итоге Драксира. Ну и сам Шадоу Демон погибнет. И гибнет Джиггернаут. Вновь вопрос знатокам. Почему не Омнислэш? Почему вертушка? Вертушка тратит намного больше времени на убийство персонажа. И в итоге Даззл успел прилететь и кинуть Грейв. Вновь вопрос. Там крипов точно не было? Ну, даже если там был один крип, ты бы все равно потратил меньше времени, скорее всего. Может быть. То есть... Я, честно говоря, просто не припоминаю, были там крипы или нет. Они вроде где-то подходили, но все равно, то есть вертушка, она реально очень долго убивает. Это правда. Это правда. Лучше мне слэш такой ситуации использовать. Но я же говорю, у меня единственный вопрос остается, были там крипы или нет. Потому что я поэтому и не берусь. Вот эти вот толерантные комментаторы. Надо разваливать, а там подумаешь, ошибся. Ничего страшного. Так, Сэнд Кинга убивает генерала проблемы. Он на развороте подкапывает с Лардара. Ну, должен, по идее, выживать. Ну, яд очень сильно тикает, кстати. И там еще буквально два тика. И 16... Бомб, бомб, нет. 16 хп. Жив. Жив целый орел? Ну, как-то вот вторая часть не очень, а первая вполне вероятно. Ну, хорошо, что хотя бы жив, действительно. Фонтан там со вторым уже поможет. Пока 2.9. То есть мы вроде как говорим постоянно, что у нас все хорошо, все хорошо. Пожалуйста. В центре. Пожалуйста, даггер появляется у Дэнди. Вот. Очень-очень быстрый, блин, даггер. Благодаря эхо сабле, благодаря тому, что эскейп не слишком ускоряли события на карте. Просто спокойный фарм. Че-то Дэнди психанул, по-моему. Че там, че там? Ну, просто психанул. Посмотри на его фарм. Это сумасшедшее какое-то. 7700, да, неплохо. А какой у него там ГПМ интересно посмотреть? Я, конечно, могу посчитать, но это слишком сложно. Да, 557. Очень неплохо. Для Магнуса это прям совсем хорошо. Кордос. А, хукшот. Это все, по-моему, по Дэнди было, но это не самая лучшая идея. Дэнди увозит Ябзра, Ябзр должен погибать. Дитя Рапан Глейфьюри уходит от преследования. Стрела залетает в сайленсера, но это все без продолжения. Само собой, эскейпы здесь теряют одного персонажа. Инициация была, ну, мягко говоря, нелепой. Очень мягко говоря. Вот сейчас я толерантно сказал. В следующий раз не говори толерантно. Говори как есть. Всю правду матку выкладывай. Тогда бы, Роман, наш эфир должен был начинаться часиков, наверное, в 12 ночи. С красным квадратиком в углу? Да, да, да. Возможно. Слушай, и Синдерна поймали. Ну, да, тут Даззл, конечно, немного погулял. Но он еще поживет, но все равно вряд ли переживет. Тут урон, хотя нет. Ай-яй-яй-яй-яй! И Магнус! Невероятный реверс полярити! Ну, нужно добивать, нужно хоть чем-то продолжать. Нужен урон, и вот он урон подъезжает. На машине, на Вите, на генерале, на Сент-Кинге. Дэнди великолепен. Просто шикарный реверс полярити. Сыпем мы комплименты. Вау, 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 вау. Заслужил, заслужил Дэнди в этой ситуации все комплименты. Ну, пока, да, пока за троих отыгрывает. Вот за свой оффлейн и за... И за мид. Причем, понимаешь, я уверен, что Джаггер шел туда, вот как ты знаешь, уже чувствовал, что что-то не так. Но это получилось как байт даже. То есть он пошел такой вроде, а мне больно, мне бьют этот Дэнди. Бабах, просто на голову свалился. И вот мы видели воочию, как Магнус бьет руками. Потому что там у героев хитпоинты отбавлялись очень быстро. Проблема в том, что ты вначале, когда выдаешь эти три плюхи, у тебя потом, за счет того, что скорость атаки маленькая, ты там пока топор на плечо закинул, или там молот, пока им замахнулся. Да, отхил был, кстати, неплохой по Дазлу в итоге. Он все это пережил, грязь. По Джаггеру, конечно. Нет, сначала по Дазлу, а потом уже по Джаггеру. Да, да, да. Ну, Дазла, Джаггер пытался добить всеми силами. Но не пошло. У них там взаимная какая-то ненависть была. Сент-Кинг тоже с Блинком. Причем, возможно, сейчас попробует в одиночку забрать Дараксира. Тот самый Сент-Кинг, которого унижали, напомню, в начале. Да, 16-ая минута, Блинк Дайгер. 4200 на Творс. Вот он, вот тактический фид, как мы видим, правда сработал. Не зря фидили. Все четенько. Смоук от команды Нави. Три героя под его действием находятся. И отправляются на верхнюю линию. Возможно, через разский лес попытаются кого-то обнаружить. Там где-то ошивается Мирана. И ее за это могут наказать. Пока Койкова вроде дистанцию держит качественно. Дистанцию от смерти? Да. Но сам этого не подозревая сейчас, конечно, может погибнуть. Генерал. Есть Даггер. Можно копать Койкова. Как же это было близко. Я хотел только сказать, что у Мираны там маны очень мало. Может на лип не хватает. Но там ведь и лип двадцатку стоит какую-то. А тут параллельно Джиггернаута убивают. И вот этого товарища в Таверну отправят безоговорочно. Тут никакого шанса не дают. Липа у него нет, понятное дело. Жалко, что у Джиггернаута нет липа. Жалко, да. Не помешал бы. И Аганим появляется у Мираны. Не все так плохо и у Escape, как казалось нам тоже. В общем, тут очень шаткая ситуация. Тут Дэнди вроде как тащит, а тут у Escape все неплохо. И Слардар с деньгами, и Мирана с Аганимом уже. То есть все это должно разрастись. Да и Дарксил хорошо фармит. Да, все это должно разрастись со временем до очень хороших масштабов. Там, смотрю, ракетки пока летают. И селедочка в поисках. Я не знаю, правда, чего. Немо. И что там он может найти. Дори, Немо, кто кого там ищет. ХЗ. Так, стрела пошла. И Синдерен с ей обзором пока просто осаждают Тирадин-Вышку. Койка просто пробивает там с руки. Причем даже сам танкует физиономией своей. Ну а с правого фланга у нас там Escape. Кто фармит, кто просто занимает позицию для замеса. И что-то Нави не особо стесняются в плане нападения. Поднимаются на этот хайграунд смерти. А там Магнус с двойным уроном, что ли, был? Он как-то шибко хорошо пробивает. Да, да, да. Действительно. Именно, именно. 260 атаки. Судя по всему, БКВ собирается покупать Дэнди. Да. Много урона залетает от всех этих Миран. Клокверки с Когами будут мешать бегать. Слардор с оглушением. Дарксир с тяжки стенки. Ну просто не хочется под это все попадать. Тебе просто хочется нормально перемещаться. Бить, чтобы тебе Блинк не сбила никакая-нибудь ракетка, например. Вот вроде бы шутки шутками, но я помню несколько игр, когда Клокверк просто искал Магнуса и просто кидал в него ракеты, чтобы тот в начале драки не мог синициировать с Блинка. И это очень сильно решало. Нави в смоке. Кстати, позиция у Escape должна быть лучше в этой ситуации. Они на возвышенности находятся, а Нави будут подниматься. Можно их встретить. И сразу же их используют на перспективку. Там генерал не в ту сторону перспективно копнул. И могут найти Слардера. РПХ была использована. А, и стрела залетела в Саленсера. Его не будет. Стенка и стяжка. Минус два. Уже делает команда Escape. И Джиггернаута тоже забирают. Дэнди успевает уехать. Но за ним Эра продолжает преследование. Эра, Даггер доступен. Ты видел, как ты просто остановился, подождал, когда Селедка прыгнет и прошел дальше. Смотри, что происходит. Бэбэк делает Санейка. Я не знаю, что делается здесь. Как-то отпуш. Ну и что? Что он сделает? Он просто может поймать Мирану с липа прям в упор. Двойной Старшторм и до свидания. Или там даже тройной. Так вот, касательно Магнуса. Да, РП он не использовал. Он там просто немного побаловался. Но то, с какой скоростью разобрали его команду, это немного удручающе. Ключевая проблема в этой драке была в том, что не хватило Сайленсера, в которого улетела стрела и сразу же его уничтожили. Датчик Локер прыгнул после стрелы. То есть не дали Сайленсеру ничего вкастовать. В идеале, конечно, у Нави должно быть все по-другому. Должен инвестировать какой-то условный Санкинг или же Магнус. Все это должно поддерживаться глобалом от Сайленсера. Но так не бывает, так не происходит пока что. Да, возможно, что-то поменяется. Возможно, Сайленсер останется где-то под фонтаном, нажмет эту кнопку на верочку. Но, учитывая то, что он там собирает, не знаю, то ли вейл, то ли что-то на него похожее. Вероятно, он захочет его кидать. Это значит, что он будет близко. А это, в свою очередь, значит, что его может просто ваншотить Мирана. Совершенно верно. И эскейп сами уже в Смоке идут. Пока у нас Смоки это знак беды. Посмотрим, как будет на этот раз. Генерал. Видит его Ябзархук. Что там попадает? Стрела полетела. Генерал, конечно, выкопался. Но стрела все равно долетает. Не хватает пока здесь героев, чтобы добить генерала. Джаггернаут разультился. И они убивают Дарксира. Здорово. А стоил ли один Дарксир такого количества способностей? Потому что сейчас начинает атаковать Мирана. Застрелила она Санейка. Дитяра раскручивается. И, наверное, стоит уезжать. Потому что РП нет. Ничего больше нет. Генерал подкапывает. Пытается дать эпицентр. Но его сразу же убивают. Еще одна стрела пошла. Нет, не попадает ни по Арстайлу, ни по Дитяре. Но это, в любом случае, минус 2 в размен на Дарксира. Конечно, коры повыживали. Главное, у НАТО Свинцера. Но пошли кулдауны на основных способностях. Это умнислэш. И, что самое главное, реверс полярити. Да уж. Дела-дела. Казалось бы. Нави неплохо все провели. И вот эту инициацию убили Дарксира. Но ты правильно сказал. Слишком много способностей было потрачено. Да. РП в одного умнислэш. Ну, хотел сказать в одного. Но, в принципе, умнислэш в одного. Это не так-то и плохо. Реверс полярити в одного человека. Это уже очень плохо. И вся задумка там НАТО Свинцера в том, что у них получится забрать за время действия РП как можно большее количество персонажей. Если это там 2, это уже хорошо. Если 3, это там замечательно. 4, 5. Великолепно, изумительно. Но 1 это совсем мало. Это не то, чего ты хочешь видеть. И у Джигернаута просто потом не хватает мощи для того, чтобы убивать оставшихся героев. Верно, верно. БКБ появляется у Дэнди. Поприятнее, конечно, будет драка для самого Дэнди. Он может чуть более свободно себя чувствовать, передвигаться, не так прятаться, выждать момента. Может прямо в эпицентр заходить, с событий прожимать БКБ и драться с руки. То есть это уже неплохо. Вот тот самый кэрри, такой полу-кэрри Магнус может получиться. Да, если он получится, если действительно этот Магнус соберет следующим слотом. Но Эхо Сейбр не просто так приобретался, я уверен. Если там появится Кристаллис, это будет очень классно. Вот, кстати, интересно. Именно Кристаллис или же стоит выходить какой-то, например, там, билд плюс командный, плюс себе. Что-то типа, например, Кираса. Вот, как альтернатива, да. Это, возможно, Кираса, потому что она не только тебе поможет, но еще и Джигернаута твоему. В принципе, скорость атаки вырастает. То есть формально ДПС у тебя тоже увеличивается, потому что понижается броня у противника, у тебя вырастает скорость атаки, то есть это влияет на твой показатель дэмэджа в секунду. Но не знаю, насколько сильно вот они захотят именно сильно пробивать. Кираса хорошо смотрится, потому что тут уже есть дазл, и дазл у противника есть, и еще и слардер. То есть немного по броне компенсации не помешает. Так что, возможно, да, учитывая все эти факторы, Кираса выглядела бы даже намного лучше. Поглядим. Ну, еще ситуативно я частенько видел, ну, в пабе, опять же, вот оттуда проецируем, с пабер. Там спирали с ливерейдж зачастую тоже. Хорошая штука, но мне кажется, конкретно против героев эскейп малоэффективно. Причем даже стиль у Na'Vi не такой немного. Магнус вряд ли будет кого-то искать в одиночку. Эскейп по одному не перемещаются. А, сейчас будет мясиво, Роман. Сейчас будет мясо. А, ты энди, инвиз. Да. И он все спалил. Магнус, причем, вроде даже правильно прыгал относительно. Дитяра находит, он раскручивается, пытается уйти. Будет ли баш? Ну, тут клокверк с хукшотом. Не отпускают. Не отпускают Дитяра. Он еще раз погибает. Эх. Казалось бы, Дэнди дал информацию. Увидел, кто где идет, как идет. Был в инвизе. Хорошая руна. Ну, возможно, если бы Дитяра сразу нажал ТПА, вот с вертушкой, вот в лесу, пока его еще Слардер не нашел. Он, помимо этого, еще Монте Стайл не прожимал. Можно было дать Монте Стайл, потом Катерюшку приступал. А вот и Даня приплыл. Хотя... Ох, а он месит, смотри, неплохо месит, но урона недостаточно. Там Дазл. Он еще, правда, пару пацанов увез. Может быть, даже кого-то убьют. Глобал пошел. Убьют, убьют, убьют. Вот этого товарища точно должен. А там Армлет. Тут Син Кинг. Закопал. Я обзор. Закопал Син Дерена. Появляется Слардер и умирает. Я обзор. Грейв уходит. Син Дерен не уйдет, конечно. Приходит Кезу. Куда же ты, друг мой? А, тут еще и Клайква. Вот какое дело. Да. Стайл так не взначал клонился, причем сам этого не ожидая от стрелы. Но все равно погибает. Да, еще и вышку здесь заберут. Искейп Гейминг. Итого мы видим смерть Джаггернаута, смерть Сайленсера в размен на Слардера и Дазла. Ну вот, если мне Джаггер, а какой-то другой герой, не знаю, там Син Кинг, например, это было бы неплохо. А так Джаггер продолжает отставать. А ему очень тяжело без слотов. Все-таки герой, который в основном атакует с руки. И этот показатель ДПС как раз напрямую зависит от артефактов. Есть, конечно, еще Магнус. Вот это действительно радует. То, что ты получаешь хоть какое-то ускорение по своему фарму, можешь в лес спокойно уходить. Ух, там генерал нормально поджал жало. Звучит, кстати, здорово. Посмотрим, что за слот будет у Дэнди. Но пока Нави держится, то есть не видно, что как-то они жестко проседают. Где-то проблемы у Джаггера. Его немножечко не хватает, вот эти постоянные смерти ДТРа. Но с другой стороны, тут слишком много вещей, которые неприятны для него в целом. То есть вот мы часто поднимали вопрос, чем силен Джаггернаут. С предпушем своим, когда ты можешь, например, давить какую-то линию, прожимать Блэйдфьюри агрессивно и делать тэп-аут. В этой ситуации и Баш Слардара, и Хукшот тебя сбивает. Ну, неприятно просто так играть. Ты не можешь себе гарантированно всегда уходить. Ты смотри, какое нападение здесь планируется. И попадает пока под раздачу только Джаггернаут. Клокверк решил, что не стоит пока ввязываться. Хотя у него и Хукшот еще в кулдауне, но все же. Вроде бы разбежались. Дазл, ты посмотри, этот ВИФ. Там минус 12, минус 13 брони. И там даже Дазл, когда руками бьет, отлетают куски по 150 хитпоинтов. Конечно, очень страшно. Дазл нормальный боец. Не наезжай, не на Дазла. Дазл силен. Так. Нави что-то придумали, сдается мне. Хотя нужно было бы нижний минус пушить. Да, пошел уже Джаггернаут. Все нормально. Все в порядке. Давайте посмотрим на графики. Мне вот интересно, были ли какие-то изменения серьезные. Ну, эскейп. Вот захватили преимущество в 4000. И около него всегда держится. 3000, правда, по опыту впереди команда Na'Vi. Возможно, все строится около Рошана. Я так полагаю, что кто-то будет сейчас активно его забирать. Кто-то, скорее всего, эскейп. Нет. Они не могут его забрать. Потому что в узком проходе перспективы у них не самые лучшие. Верно, верно. Ибо Магнус, Сент-Кинг, Сайленсер. А Ега до сих пор есть, как бы, но вот. Нет. Да. Итого, Рошан появится через 3 минутки. То есть за следующего действительно придется повоевать. Ну, это понятное дело, что за счет минус брони достаточно легко достался. Но вот Na'Vi понимает, что таймер эгиды уже подошел к концу. Интересно. Под Копсен Кинга приходится по одному герою. Но этого достаточно. Клокер погибает. Остальные не могли ему помочь. Дазл даже не пытался. Ну, с бедным Клокерком так разобраться каждый может. А вы вот на остальных героев попробуйте напасть. Нет? Сейчас, как Серега пират сказал. Кстати, да. Мне почему-то тоже это... Еще и голос похож. Я надеюсь, пират не обидится на меня за то, что я плагиачу не только... Да, кстати, завтра можно будет пирата видеть в аналитике. Да, это очень круто. Господа, у нас и Глеб Фаник выступает в аналитике. Причем сегодня просто молодцом себя демонстрирует. Также наши аналитики поотвечают на ваши вопросы. После этой игры, да. Да, у них будет достаточно продолжительная пауза между матчами. Будем догонять вторую линейку. И пока все равно никто никого не убивает, никто ничего не видит. Поэтому, я думаю, можно лишний раз напомнить. Можете писать по хэштегу SLTV какие-то вопросы, которые вас интересуют. Глобальные, локальные, не знаю, интимные, любые. Ребята выберут и постараются ответить на самые интересные из них. Естественно, хэштег SLTV, Twitter. Удачи вам. И завтра будет еще Серега Пират. Йо-хо-хо. Слушай, у нас вот такой интересный эпизодик. В смоке команда Escape выдвигается в сторону команды Na'Vi. Ну, кстати, здесь столкновение может быть в пользу Escape. Если Na'Vi будет держаться отдельно, то что сейчас вот выйдем, да, на карте. Но вроде как они не собираются вылазить, они спрятались под Т2-вышкой. Вы, кстати, говорили, что Дэнди Кристаллис купил? Нет. Не говорили, он только купил его. То есть, да, у нас было два варианта. И я в итоге, там, прикинув по математике своей... Ну, ты сейчас скажешь, я победил. Не, представил, что Кираса была бы лучше, но Кираса, она еще и дороже, не будем забывать. Верно. А в текущих реалиях, когда у тебя, возможно, будет важный замес, там, вот, фактически на носу, Кристаллис, там, за 2 с копейками тысячи. Ну, а, стрела залетела в Джаггернаута, его могут добить пока... Он живет? Да ладно, еще у него есть, он не слэш, может быть, успеет уйти, он с блинка упрыгивает, но тут Слардар прыгает и добивает Джаггера. Также проблема у Артстайла. Санейка тоже умрет. Его догонит Мирана и никуда он не убежит. Это минус 3 от эскейпа и вот эта стрела, ну как так, как это происходит, поймал стрелу Джаггернаута. Ну, короче, стоишь, фармишь такой, крипов, говоришь, ребят, у меня тут вроде фарм ничего, а где они? Все. Я не знаю. Ну, у меня так обычно бывает. Сложно, сложно. Ну, понятно, что у тебя, но тут игроки чуточку посильнее будут, а может и не чуточку даже вовсе. Ладно, от этого вышка будет разрушена, на Ави нечем защищаться тут особо. Ну, вот дальше-то два пойти эскейпы себе позволить не могут, но можно спеститься в сторону Рошана. Попробовать его забрать. А чего они не могут? Ну, там внизу, правда, могут крипов сейчас подсплитить. Я имею в виду, дальше идти на возвышенность нельзя, потому что там товарищи ждут их уже. Ну, против Магнуса тяжело заходить. Вот мне вообще видится так, что против Магнуса будут заходить только в случае его гибели. Да и сами герои эскейп для пуша не самые эффективные. То есть вот пока они не так быстро ломают строение. Ну, пока да. Они, в принципе, ломать их не могут нормально, но просто если все нави будут мертвы, то как-то более спокойно база ломается. Ну, так, по крайней мере, не волнуешься. Да-да-да, то есть не стоишь, что это под хайграундом, там не ожидаешь. Эзерил Блэйд. Привет. На первом месте уже Мирана. Вот так вот. Вот тебе Аганим. Да, с появлением Аганима, конечно, герой этот фармит очень быстро. Даже Магнус, который вроде выбрал такой более-менее фармящий билд, уже уступает. И также героев Койква сможет фармить намного быстрее. Того же Шадоу Демона, того же Сайленсера. Верно. Сайленсер как раз вот, да, с Вейлом. И он покупает себе Форстаф. Форстаф понятен, потому что есть Клокверк против него. Но вот против Мираны в таких случаях более эффективным является Юл, если мы будем сравнивать схожие по стоимости предметы. Но без Форстафа против Клокверка будет реально тяжело действовать. Да, и вот он Рошан. Да пора бы уже. Причем как-то странно они сбивали линку рошановскую. Ну что, Нави прочувствуют момент, пойдут как-то драться. Потому что все есть. Есть Типецентр, есть Глобал. А успеют ли они вообще? Ну, не знаю, они уже не успевают, вот что я хочу сказать. Джагернад вообще не там. Вот только Смоук закуплен, Джагер только подходит. Там уже Рошан упал, здесь ребята Смоук нажмут в момент, когда он упадет. Все. То есть, какая скорость. Да, ну, когда ты видишь и то, и другое, то легко ванговать. Неплохо. Тогда Капитан Очевидность. Да, вот это уже про меня. Здорово. Я и комментирую в таком же стиле, а люди не замечают. Ведутся. Думают, что я в чем-то разбираюсь. Самп Кинг. Ну, опять, опять долго. Снова мимо. А что поделать? Ой, сам Самп Кинг встреет, стрела залетает, амплифай. До свидули. И гем еще выпадает. Подарили. Выронил из жала, наверное. Ну, улетают. Нави будут защищать возвышенность, будут у себя дома сидеть и ожидать эскейп гейминга. Это весьма, знаешь, грустно звучит. Нави будут у себя дома сидеть, учитывая то, что они начали со счета 0-3 в группе. Ну, понимаешь, я просто так же, как и многие наши зрители, тоже болею за этих ребят, но... Ну, блин. Но это не... Пока это не игра уровня, действительно, Бостон Мейджора. Ну, вот и я о том же. Стрела залетала. Причем, Джаггер реально мог еще и подставить там кого-то, кто в лесу пытался сделать тап-аут. 3 700 у Мирана, кстати, и 3 000 уже у Дэнди. Будет ли он покупать сразу себе Дэдалус, или же, возможно, реально Кирасу пойдет? Дэдалус выглядит очень круто, потому что, ну, его разница с Кристаллисом достаточно большая в плане нанесения урона. И вот если у тебя сейчас криты вылетают там по 500, то у тебя в дальнейшем это будет, не знаю, там 750 с этим сплэшом. Это, короче, очень... В общем, ты к тому, что нужно брать ответственность на себя, Дэнди. Это щит на своем горбу всех этих товарищей. Конечно, эта ответственность, она очень большая. И если ты ошибешься, то, конечно, впоследствии могут быть самые фатальные. Но, с другой стороны, все и так достаточно плохо, поэтому хуже уже не будет. И тут бац, бац, бац. Все, правильно. И нарезка РП в одного человека. Ну, смотри, есть уже и догон первого уровня у Мираны. Койква добивает уже свой билд до последнего практически. Эскейп. Использует ультимейт, кстати, Мирана. Для чего? Для просто перемещения вражеский лес, возможно. С другой применения я не вижу. Может быть, что-то подвардят частично. Ну, то есть, прожимать так ультимейт никто бы не стал просто так. Тут какая-то цель была. Лотусорб появляется у Клокверка. Тоже хороший фарм. Вот тебе, пожалуйста. Форстаф и Лотусорб. Четвертая позиция, Клокверк. И урна, и ПТ, и все. Почему бы и нет? Хороший герой же. Да, действительно. Причем он бы скорее то же самое имел бы, играя на оффлейне. Вот в чем дело к этой минуте. Да, это именно Дедалус. Так, ну, мы с Данилом свои мысли синхронизировали. Осталось еще, чтобы я научился играть так, как он. И было бы замечательно. Ну, ладно. Будем более приземленными, с более приземленными желаниями. Хотя бы, чтобы сейчас получилось качественно исполнить. Появляется, кстати, Шива у Дарксира. Тоже весьма-весьма неплохо. Кстати, своевременно. Поможет немножечко тиммейтам. Самую малость, но приятно. Ну, вот главное Магнуса не попасть. Потому что можно просто не выйти из станов. И тебе ни БКБ не поможет, ничего не поможет. То, что ты вот это все собирал, все эти 16,5 тысяч Нетворса можно будет выкинуть. Но с другой стороны, может быть, Магнус наоборот лучше встрять. Не, 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 не. Если этот герой попадает под раздачу, все, игра проиграна. Правильно, но у тебя есть позади тебя Шедоу Демон, у тебя есть Сайленсер, у тебя есть Синткин. Смотри, и когда ты умрешь, они ничего не сделают. Ну, так вот в чем проблема. По идее-то они могут это сделать, верно? Не, если Шедоу Демон окажется в позиции и сможет кинуть Астрал после получения первого же стана, это будет круто. Но если это немножечко хотя бы задержится, вот, ну, когда на пол столба там тот же Магнус будет, то могут быть очень неприятные последствия этого всего. Могут, могут. Ой-ой-ой, находят, по-моему, опять Жигернаута, Дитяра, пытается бежать. Баш проходит, Дитяра погибает. Да что ж такое? Ай-яй-яй! Привет, Слэм. У нас... Ты нештатный тренер Нави. Если у нас есть фанаты Контер-Страйка, я думаю, что многие могли услышать этот крик и узнать его из тысячи. Да, вновь умирает Жигернаут. Да, казалось бы, он там фармил, казалось бы, у него даже деньги на выкуп есть, поэтому ничего страшного. БАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Ты думаешь, что она не долетела? Нет, она в деревьях пролетела. А мне показалось, что она вот рядом с ним пролетела. Я уверен, я уверен, что Витя ее просто не видел. Если бы он ее видел, он бы моментально поменял позицию, потому что ему ничего не мешало этого сделать. Странно, мне кажется, он ее заметил. Ну ладно, будем считать, что ты прав. Пускай. Ну, учитывая уровень игры генерала... Да, я поэтому и говорю, что, видимо, он ее не видел. Ну реально реакции никакой не было, ноль просто. Поэтому твоя мысль мне понравилась, что он ее не видел. Хорошо, хорошо, оправдали. Далее. Но если он ее видел, то у меня плохие новости. Ну если он ее видел, то это будет напоминать, я не знаю... Ну опять же, мог смотреть в другое место. Да, все, забей. Я тебе говорю, что они будут. Ну ладно, Алексей, Алексей. Там, а ну, какого уровня догон Мираны? Давай. Вот это от третьего. Ты уверен? Да. А ну, смотри. Неплохо сыграно. Глядишь и научишься когда-нибудь. Они просто угадывать будут. Учимся с бафиком. Ну у тебя сейчас 20% было шанс. Ну ладно. Там где-то чуть-чуть больше, 25. Потому что первого бы точно он не был. Первого точно нет. Ну... То есть там третий, четвертый, пятый, ладно. Не, ну пятый я узнаю из тысячи, не надо мне. Хорошо. Тогда что, 50-50 хочешь сказать? Да, у меня 50 на 50 всегда. Ну ладно. Ну еще второй, третий бывают косяки, но это реже. У шаду демона тоже бывают косяки. Кстати, внизу пытаются дазла забрать. Могут даже с ним разобраться. Опа. Сбивают. Сбивают. Есть скьювер. Все нормально. Синдрент погибает, но приходит Кезу, ставит стенку, стяжку и пошло замедление. Это, конечно, великолепно. Но? Что но? Но вот приходит еще и Клокверк. Дэнди контролирует. А есть ли дэмэдж? Приходит Эра. Краш. Добивают Магнуса, добивают Сайлинсера. Джаггернат разультился. Урона пока недостаточно. Форстафит себя Клокверк и благодаря этому выживает. Дитяра на Блейдфюре пытается бежать. А вот для преследования. Джаггер остался в соло. Его могут убить. И Слардар будет прыгать, и все будут прыгать. Потому что под станами герои тебя атаковать не могут. И это Тим Вайб. Na'Vi в пятером сейчас сидят у фонтанчика. Отдыхают, обсуждают прошедшие матчи, текущую встречу. Как жить дальше. Да, и думают, как жить дальше. И что же... Ну, я не знаю. Так, на Юлл. Сент-Кинг. БК-бэпа. И таверну. Ну все, это конец. Na'Vi поплыли. Байбэк делал Сент-Кинг. Байбэк делал... Байбэк, да. Байбэк и Магнус тоже вернулся в игру. Но у Магнуса нет РП. Он потратил его вновь в одного. То есть, это вот какое-то отчаяние, не знаю, было. Когда Даня дал РП в одного человека, в той ситуации, когда он бы что-то так, что-то так умирал. Ну не делай ты этого. Даже если ты понимаешь то, что ты будешь делать выкуп. Учти то, что без РП это все равно бесполезен. На возвышенность у вас намного больше шансов защищаться. То есть, к вам просто так не зайдут. Они как только увидят выкуп от Магнуса, сразу же отступят. Да, вот мы видим, Мирана убегает. Ну, критули там не прокают пока у Магнуса. Так, Койква на базе. 30-11. Счет этой игры. Escape впереди. 40-ая минута игры у нас идет. И преимущество 20 тысяч. Одна ошибка. Заметь, это одна ошибка. Потому что до этой ошибки там была пятерка. Ну, то есть, терпимо, сносно. Как-то Джаггер погибал, да? Да, да. Это можно было выдержать. Но когда это уже там 20-ка условная, ты понимаешь то, что даже этого урона от Магнуса его просто может не хватить. Даже если он там пятерых стянет. Ну и что, ударит он три раза. Ну и как бы все. Если там ребята успеют хотя бы по БКБхе нажать, урона Цинкинга там не считается. И Джаггернаут бьется руки очень... Ну, не то чтобы очень слабо, но еще недостаточно мощно. Ну ладно. Если, конечно, Дани пятерых стянет, это, конечно, будет приятный момент. И, возможно, даже тимвайб для ЕСЦ, если уже без каких-то там шуточек и подколов. Но мы же понимаем, насколько это трудно совершить. Ну, по сути, тебе... Ну, в принципе, теоретически это возможно. Теоретически возможно все. Теория идеального замеса не отрицает ничего. Но этот идеальный замес, он порой... Порой ты его ждешь всю свою жизнь. А он так и не приходит. Нашли. Слардара. Да сейчас он их найдет, мне кажется. Врывается Кезу. Хорошая стяжечка и стеночка. Дэнди пока не особо тут блещет. Убили Сайленсера. Хотя он использовал Глобал. Это уже неплохо. Кезу тоже погибает. Дитя Раб. Белли Фюри пытается драться с Эйрой. Ну, уже и койку они мало наносятся. Энкинг врывается под ультимейтом. И добивает Слардара. Весьма-весьма неплохо. Нужно только уйти. Магнус мертв. 90 секунд его не будет. Это Дэнди, да. Тут ничего на него не получилось. Короче, смотри. Фишка в том, что... Возможно, я окажусь неправ. Но все же. Даня сам, видимо, не привык играть на таком Магнусе. Потому что он действовал по старинке. Никого не бил. То есть, имея колоссальный урон с руки, он просто бегал. Искал позицию для того, чтобы дать нормальный реверс полярити. И за счет этого очень сильно потерял и по урону. И в итоге его просто раскайтили. Может быть. То есть, изначальный момент был упущен. А в дальнейшем просто не было возможности нормально кому-то подойти. Там Клокверк со своими когами мешается. Там Слардар, который постоянно оглушение использует вокруг себя. Причем Слардкинг вошел в первый раз, наверное, настолько хорошо, что все могло бы получиться. Но и правда не было арпии. Все это не коллективно. Вот в чем проблема, самое главное. Нужен стержень. Ну, пока что стержень получает сайленсер. И еще и стрелой добивает. Ну, вот я про этот стержень как раз и говорил. Я прям знал, что он сейчас отхватит. Ваткнул. 13.36. Но! Смотри, из-за того, что у Escape очень плохая способность к сносу базы, у Na'Vi есть еще шанс. Причем даже, возможно, не один. Ибо потеряли они только одну сторону. Одна сторона на 43-й минуте. При том, что у тебя есть Магнус Джиггернаут. Да, фу, вообще. Плевое дело защищать такие вещи. Единственный моментик это то, что настолько жесткие артефакты появляются у Escape. Как с ними драться, непонятно. Тут реально нужен идеальный замес, о котором ты часто глаголишь. Вот нужен именно идеальный файт. Чтобы все зашло во всех, и все это классно смотрелось и работало. Посмотри на эти артефакты. Это жесть какая-то. Да, я вижу. Я в шоке от того, насколько все может быть сейчас плохо. Ну, еще и Оега и Сыр. Третий Рошан, мимо Хукшот. Правда, генерал идет воровать. Никого не находит, ничего не находит. Стоит под Сенштормом. Параллельно Эра пили дитяра. Дитяра успевает нажать ультимейт. Попрыгал на урона и близко недостаточно. И Na'Vi нужно уходить. Да, нужно... Пытаться, защищаться на базе. И тут их поймали. Да, в итоге нашли там еще и Магнуса. Магнус уезжает. Но, видимо, он уезжает навсегда. И Na'Vi, скорее всего, уезжают тоже навсегда. Ну и вот Global. И вот Global. Да. Гегэ! Гегэ пишет. Дитяра понимает прекрасно на Атус Винсера, что к чему. И это очень похоже... Я не хочу, конечно, сейчас там что-то придумывать, там рассказывать. Но это очень похоже на... Да, да. Вот ты это правильно прочитал. Это не я. Это не ты. Но в целом видно, что что-то с коллективом не так. И не даже... Знаешь, даже как-то это говорить неприятно. Потому что коллектива по сути нет. Ну да. Его не видно было. Мы уже говорили, аналитики об этом говорили. В Твиттере об этом тоже очень много сейчас пишут. То, что нет взаимодействия, нет командной игры. Есть пять отдельных типов, которые что-то пытаются организовать. А получится ли как-то комбинировать эти действия? Ну, мол, как пойдет. Это совсем печально. Беда. Полностью с тобой согласен. Анализировать, мне кажется, нам вообще тут нечего. Потому что мы все видели. Мы пережили эти эмоции вместе. И с командой Na'Vi в том числе. Друзья, я думаю, более детально может рассказать вам, что произошло в этой игре. Наша студия аналитики. Оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ. Ты точно знаешь, кто победит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА